Пушкина 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 и все это. Перестройка 2 не может не быть важным слагаемым большой мировой игры. В большой игре нет мелочей. Однозначная расстановка фигур на русской шахматной доске не мелочь, а одно из главных условий, при которых игра будет выиграна ими и проиграна нами. И они придают этому условию огромное значение. Для их выигрыша фигур на русской шахматной доске должны быть расставлены так. На одном краю этой доски должны разместиться однозначные до карикатуры шустрики русские фашисты, крикливые, плакатно-лубочные, глубоко криминализованные и насквозь гнилые, не способные ни к чему за рамками публичного дизайна. Они могут быть очень разными. Тут найдется место и радикальному исламизму, этническому радикализму и мало ли чему еще. Важно, чтобы это был именно дизайн. И чтобы окно ужаса открылось ненадолго. Дизайн может стать достаточно далеко идущим, вплоть до какого-нибудь локального ядерного удара по нужной точке. Но должна быть гарантией надежного, быстрого и окончательного закрывания окна. А коллектив, созданный для дизайна, не должен обладать ни масштабным проектом, ни позитивной идеологией, ни, тем более, философией развития. На другом крае той же доски должны находиться столь же однозначные мямлики. Мямлики эти должны, по замыслу, быть абсолютным раздражителем для большинства населения, жукелом, символом возврата ко всему ненавиденному. И политически абсолютно обесточенными. У них на лбу должны быть соответствующие этикетки, причем такие, чтобы хоть солдату российскому, хоть офицеру одинаково захотелось в эти этикетки засадить из всего, что есть под рукой. Если мямлики, поняв, что обречены на заклане, захотят избежать этой участии, ну, я не знаю, поискать опору внутри страны, не рыхлую электоральную, а социальную и политическую, сменить для этого имидж, заявить какую-то программу, словом, если это им придет в голову, то сразу возникнет забугорный вой. Ой, что вы? Потерпите. Смягчите. Не надо, вы нам мешаете. Вы же я описал, что такое этот вой в исполнении, например, фигура из Газпрома. Но это мелочь по сравнению с тем, что начнется, если приготовленные для заклания фигуры крутнейшего внутри политического калибра станут таким образом дергаться. Они, скорее всего, не станут, но если станут, то одергивать их будут весьма авторитетные для них элиты, весь их совокупный международный бэкграунд. И опять-таки зачем мямликам развитие? Мямлики должны поставлять энергоносители в нужное место и из этого нужного места привозить тузенцам то, что они не производят. Шмутки, машины, продукты питания, наконец. Политическая элита не может не знать, что продовольственная зависимость Москвы и Санкт-Петербурга превышает 80%, по большим городам колеблется между 60 и 70%, а в целом по стране составляет, по разным оценкам, от 45 до 52%. Что среднее потребление населением животного белка сейчас вдвое меньше, чем в эпоху СССР. Что восстановление животноводства потребует многих лет и колоссальных вложений в инфраструктуру, фабрики по производству кормов, дороги, свинарники, коровники и так далее, а также люди, которые будут готовы во всем этом профессионально эффективно участвовать, производя качественный необходимый продукт. Я не хочу говорить, что эти неприятности фатальны. Но они огромны. А в рамках гедонизма, который преобладает, непреодолимы. Так гедонизм не собирается преодолевать эти неприятности. Там технологии, здесь сырья. То есть реально планируется комфортно-колониальное бытие, но сопровождается вялым пиаром на тему развития. Если я прав в своих построениях, а я их рассматриваю лишь как гипотетический сценарий, то противнику Дозаризу нужно иметь этот самый однозначный и безальтернативный расклад с шустриками-мямликами. Патриотическое движение шустриков в очередной раз волокут в определенную сторону. Только ли враги его туда волокут? Если бы. Его волокут туда регрессивные процессы, запушенные социал-дургенистами. Его волокут туда многочисленные заморочки, фобии, синдромы, фантазии. Его, как мы видим, волочит туда и глобальная конъюнктура. Все это надо суметь преодолеть. И потому серьезное обсуждение вопросов развития сегодня важнее, чем когда-либо ранее. Ну, так и продолжим обсуждение. Причем именно в том формате, который так кому-то не нравится. Часть 4 Редки. Редки.